салют братка ты на канале не каратэ обиль санчес заявил что больше с геннадием головкиным он не работает но думаю хрен бы с ним слава богу но столько комментариев пошло что ты думаешь по поводу обили санчеса почему обиль говно братью не обиль санчес говно вот смотри заявление к вашему сведению к вашему сведению я больше не буду работать с геннадием головкиным после великолепного девятилетнего сотрудничества установленных рекордов и развития карьеры которая достойна зала славы а также дала возможность подписать контракт с дозованным на 6 боев в размере 100 миллионов долларов он предложил и настоял на принятии новой оскорбительной схемы компенсации тренера честь и достоинство не позволяет мне так обмануться к сожалению жадность неблагодарность отсутствие этики чести и честности положили конец этим отношениям сказал санчес скажешь не думаю братью но вот похоже на то когда вот ты в магазине что-то берешь какой-то продукт и хочешь его потом вернуть а у тебя не принимают это бишь я с этим магазином работаю 10 лет знаете такие вкусные йогурты у вас покупал взять такие вот огурцы хорошие с помидорами а вот сейчас вот кашу взяла она вот мне не понравилось я хочу ее вернуть братью но это как вот я ж мать буду орать ну допустим ситуация такова как ее описал нам миксикашка из серии того что будет нам головкин платить меньше брат а за что платить напомню тебе на секундочку что до того как геннадий головкин встретился с абелем санчесом он уже был геннадием головкиным и я нахожу этому все больше подтверждение это уже был сформировавшийся завершенный такой вот образ боксера то есть манера бокса ничего не поменялось геннадий головкин как был геннадием головкиным так он и мы остался не знаю что привнес его деятельность абель санчес если говорить про тренеров которые повлияли на своих подопечных ну там козда диамата но то есть реально был сформирован стиль под майка тайсона вот это пикабу то есть это это реально было сделано огромная работа проделана если брать ломаченко анатолия ну вот это уникальная работа на ногах вот этот циркуль это уникальность это то что позволяет побеждать а и и и и и пакьяо работал пакьяо на минуточку бил левый и его у него был погоняло однорукий боксер то есть правым вход пускал крайне редко и фрейди роуч это исправил чего же сделал наш великий санчес абель в рамках геннадия головкина он мне сделал вообще нихрена а если вспомнить бой мурата гасиева и александра усика Вот эти слова, которые звучали от Абеля Санчеса. Мурик, мама в зале, напрягись. Ну вот они. Братень, ну это с точки зрения тренерского искусства, что Абель мог дать. Да ничего не мог дать и ничего не дал. С точки зрения человеческого взаимоотношения. Я всегда думал, тренер и боксер это одна команда. Но после каждого выступления неудачного Абель всегда с себя всю вину слагал и всегда говорил. Виноват он, он меня не слушал. Не знаю почему. Братень, не веришь мне? Посмотри пресс-конференции после боев Мурат, Гассиев, Усик. Посмотри пресс-конференцию после того, как Канело была присуждена победа над Геннадием Головкиным. А Абель Санчес всегда был в стороне. Выходит на ринг он, побеждаем мы вместе. Но если что не так, он же так же виноват. То есть его бьют и он виноват. А ты его готовил к чему вопрос? Что ты дал Геннадию Головкину, чтобы сейчас вот возмущаться? Да я считаю, что чисто прагматично, конечно же, Геннадий поступил совершенно корректно. Что интересно, Геннадий прокомментировал уход от Абеля Санчесом как поиском новых каких-то возможностей. Как пересмотр своей программы. Как, в общем-то, сказал, хочу перезагрузиться. Никого не обидел. Совершенно так толерантно выразился. Санчес же начал выносить вот все говно из избы. Ссор из избы только бабы в грязные выносят. И это точно. Кто-нибудь слышал, как Анатолий Ломаченко высказывался, как ему что-то не нравится? Кто-нибудь хоть раз слышал высказывания этого человека на предмет своих подопечных? На предмет, что кто-то плохой, что-то не выполняет? Человек в тени, совершенно не публичный. Но совершенно четко показывает, доносит свои мысли через действия своего сына в ринге. Вот это как бы классный тренер. От Фредди Роуча кто-нибудь много слышал какого-то говна, который он выливал? А вот от Абеля Санчеса это говно просто льется. Потому что сам он говно. Вот другого варианта у меня нет, почему это может происходить. Братюнь, вот запомни. Абель, Санчес, вот эти люди, которые такие жалобы пишут. Вот эти слова из серии. Ну такая многолетняя там была дружба у нас. Ну что ж ты говно все вылил-то это? Раз все так было классно, нафига ты это сделал? Смотри, Головкин промолчал. Головкин сказал просто, блин, ухожу, хочу что-то нового. А ты говно палил. А чего ты сделал для него, Абель? Нихрена ведь не сделал. Пикабу не придумал, вторую руку ему не приделал, третью. Что ты сделал? При движении на ногах не изменился. Вот он как был Головкин, в том же стиле выступал. Что ты сделал? За что тебе платить такие бабки? Да, Геннадию 37 лет. Да, уже как бы пора подумать о пенсии. Да, и он о ней думает. Подписал контракт с Дозоном на 6 боев. Ты что, хочешь этого пирога? А что ты сделал для этого пирога? Понятно, что после того, как он проиграл условно Альваресу, он уже не чемпион. И уже ему торговаться совершенно по-другому было. Возможности были другие. А почему ты хочешь на те же деньги претендовать? Головкин был чемпионом, он тебе платил. Сейчас у него другие немножко возможности. Он и сказал об этом, давай тебе вот пенсионное пособие выпишу по старости. Но отказался, отказался, иди дальше. Гениально. Братюнь, еще раз вот эта мысль. Санчес это человек, который сам ни хера ничего не сделал. Санчес это тот человек, который выезжал в рай на горбу другого человека. Он тренировал уже готовых, сформировавшихся боксеров. И когда речь заходила о том, чтобы от него получить какой-то совет, совет он давал следующий. Мурик, мама в зале, ты что хочешь, чтобы я тебе полотенце выбросил? Вот его советы. Вот его методика тренировок. Вот поэтому я к Абелю Санчесу отношусь крайне негативно. Это человек, который просто все запорол. И вот подобные люди, которые не являются профессионалами, а выставляют себя за счет навыков, умений других людей и выезжают в рай. Вот такие люди, мне кажется, достойны исключительно порицания. И никакой там боксерской славы, и никаких там премий ESPN, ничего они не достойны. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну, это чисто сугубо мое мнение, братьюнь. Ну, а если у тебя другое, обязательно напиши об этом в комментарии. Напиши обязательно, кто твой любимый тренер и братка. Кто тот тренер, с которым можно стать чемпионом любому боксеру. Будь добр, напиши в комментарии. Ну, а ты был на канале НЕ КАРАТЕ. И помни, братка, бокс не карате, тут думать надо. До новых. Пока-пока.